Феникс, Китай. Россия проиграла русско-японскую войну, зачем же так упираться? Феникс, Китай. 25 апреля 2019 года. В 1905 году жестокая русско-японская война завершилась поражением России и победой Японии. После окончания войны Япония предъявила России грабительские требования, выплатить ей 3 миллиарда иен. Но Россия даже не собиралась исполнять требования японской стороны. Император Николай II дал дерзкий ответ. Денег нет, мы не выплатим вам ни копейки, если хотите получить контрибуцию, можете продолжить войну. Тогда Россия повела себя вовсе не как проигравшая сторона, она была более решительной, чем страна-победительница. В конце концов Япония так и не смогла ничего предпринять, чтобы добиться компенсации от России. И никаких денег не получили. В связи с этим у многих возник вопрос, если Россия уже проиграла, почему она так упирается? Во-первых, русские знамениты своей дикостью и жестокостью, они не привыкли выплачивать контрибуции. С самого дня основания Российская империя вела себя агрессивно, подобно бандиту, отнимала деньги территории и у всех подряд. Россия брала то, что ей хотелось и в этом ее сложно было остановить, даже если в результате потери несли обе стороны. Россияне грабили всех, но никто не осмеливался грабить в ответ тех, для кого земли и репутация были важнее собственной жизни. В Крымской войне Россия проиграла Англии и Франции, после чего Николай I век порыве гнева покончил с собой. Не приемляя компромисса, Россия потребовала от них контрибуцию, что было даже хуже полного уничтожения. Разве после этого можно было представить, чтобы русские склонили голову перед японцами? Поэтому Николай II ответил на их требования, что денег нет, и если японцы хотят их получить, то пусть продолжают войну. Ведь бас им не страшно надевать обувь. Японцы не придумали ничего лучше, как начать шантажировать русских, подобно правительству династии Цин. Однако на Россию это не подействовало и Япония осталась ни с чем. Россия – ни цинское правительство, шантажом ее не взять. Во-вторых, хотя Россия проиграла, ее положение было не настолько плачевным. Потери с российской стороны были огромными, но и японцы потеряли не меньше. Военные расходы Японии во время войны составили 1,5 миллиарда иен. При этом внешний долг страны достигал 800 миллионов иен. Ежегодные финансовые поступления в японскую казну в то время были не более 200 миллионов иен. После войны к расходам прибавились социальные выплаты пострадавшим и экономика Японии оказалась на грани банкротства. Россия знала, что у Японии больше нет возможности продолжать войну самостоятельно, а стоящая за ее спиной Англия уже достигла своей цели, заключавшейся в подавлении России, и не хочет нарушать баланс сил на Дальнем Востоке, и тем более не хочет способствовать возвышению Японии. Таким образом помощи от англичан ждать не приходилось, а значит отказ России от выплаты и контрибуции не требовал особой смелости. Ведь без поддержки со стороны США и Великобритании Япония не имела возможности в одиночку бросать вызов Российской империи. Россия тогда вовсе не опасалась Японии, эта Япония боялась Россию, боялась что она продолжит войну. Поэтому Япония пошла на уступки в вопросе, касающемся выплат, и в конце концов вообще отказалась от этих требований. В-третьих, несмотря на то, что Россия понесла большие потери в этой войне, они все же не оказались для нее серьезными. Для России русско-японская война была ничем иной им, как локальным конфликтом на Дальнем Востоке, поражение в котором не сильно ее потрясло. Совсем не так ситуация обстояла с Японией, которая вложила в войну все свои средства. Россия могла позволить себе проиграть, Япония же не могла, так как не имела столько же ресурсов, как Российская империя. После окончания войны обстановка благоволила России, так как она достроила Транссибирскую магистраль. Теперь у России появилась возможность бесконечно перебрасывать солдаты ресурсы на Дальний Восток. Если бы война продолжалась, Россия одержала бы в ней победу. Но у российских солдат не было желания сражаться. Они считали эту войну бессмысленной, ведь настоящую пользу от нее получила только Англия. Таким образом российская сторона решила прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Если б японская сторона не согласилась прекратить войну, она бы продолжилась. Японцы трезво оценивали свои силы, которых явно не хватило бы, чтобы одержать над Россией победу. Они заговорили о контрибуции, но когда услышали отказ, решили больше не поднимать этот вопрос. Под руководством США и Великобритании Япония начала мирные переговоры и завершила войну с Россией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.